Дорогие друзья, есть такое выражение «Горе тем, кто родился в эпоху перемен». Вот мы с вами родились в эпоху перемен. Мы с вами родились в такой переломный момент в истории, когда цивилизация идёт либо к дну, либо к подъёму. Одно из двух. И в зависимости от того, как поведут себя люди и человечество, наше общество, мы туда и пойдём, или вверх, или на дно. Всё, что происходит в мире сегодня, я вам предсказывала в начале, даже не в начале, а в конце 2019 года. Все бунты, все эти смерти и прочее, прочее. Откройте предсказание 2020. Первую часть, вторую. Предсказание 2020. Год палача. Или год палача, извиняюсь. Вот палач пришёл и перемешал просто все народы, отсёк все планы, люди разоряются. Придуманные вирусы позволяют чиновникам грабить ещё больше. мир стал, просто погрузился во тьму. Революции, перевороты, бунты. Теперь это происходит в Белоруссии и на Украине точно так же идёт к этому. Дорогие друзья, как бы я ни была сторонником перемен, но я пришла к убеждению, что революции ничего хорошего не дают. К сожалению, болью и недовольством народа всегда пользуются не самые чистые на руку люди. Если мы с вами сядем и подумаем, в любой стране, где была революция, ничего хорошего не произошло. Киргизия, когда Аскара Акаева изгнали, до сих пор точно так же, как люди жили в бедности, так и живут. Нами правят сейчас недостойные политики, как, например, в советское время, как, например, в более древнюю эпоху, когда политики ставили целью это процветание своей страны, усиление, потому что понимали, что только в сильной стране они будут надёжно жить, спокойно. Да и не забывайте, что тогда дети политиков особо в другие страны не ездили, и, наоборот, боялись попасть в руки врагов. И поэтому они все жили в той стране, в которой правили. И были заинтересованы, чтобы их дети, внуки, правнуки жили в богатой стране. Сейчас все они отправляют своих детей за границу учиться жить и, насколько возможно, грабят страну, а потом убегают туда. В швейцарских банках у них миллиарды, а что будет с людьми, им абсолютно наплевать. Пришёл век недобросовестных политиков. Если кто-нибудь из вас думает, что те, которые правят нами умнее нас с вами, вы очень сильно ошибаетесь. У них некоторых нет даже среднестатистического образования и ума, и знаний. Но что у них есть? У них есть способность прогибаться, у них есть способность идти на всё. У них нет моральных критерий и моральных каких-то рамок. Что позволяет им, собственно говоря, идти по головам и по крови. Теперь революция в Белоруссии. Вы знаете, наверное, единственный умный политик – это Назарбаев. Вышел как бы символически, но правит из тени. Точно так же остался и правит, только вышел так чисто официально. Аксакалы нашего постсоветского пространства думают, что будут жить вечно. Весьмя смешат, когда люди принимают законы, которые должны обезопасить их навеки вечные. Не помнится, когда Юлий Цезарь объявил себя богом и вседержавным императором был убит. Когда Комот объявил себя единственным властителем и был убит. Когда Нерон себя объявил сыном богов и его не стало. Когда Чаушеску считал, что он просто неуязвим, и его не стало. Таких примеров масса. Когда здесь политики из себя, знаете, вседозволенность власти, она очень страшная вещь. Я говорила, неограниченная власть в руках ограниченных людей может привести к трагедии. Нет правления среднего. Вы знаете, методом кнута и пряника есть жёсткое правление путём насилия, путём силы брать то, что твоё. Но, к сожалению, большому французы ещё говорили после Великой Французской революции, когда всех организаторов Французской революции и тех, кто рубил головы монархам и прочие, точно так же жестоко убили, казнили. И тогда один из организаторов Французской революции, Робис Пьер, сказал, революция – это чудовище, которое пожирает своих же детей. И как бы сейчас вы ни сказали, что вот батька такой-сякой, да, он не святой человек, и он вообще переходит грань, действительно делает жестокие уже вещи. Но хочу сказать, что это был всё-таки единственный честный политик, который не подался вот этому барановирусу для того, чтобы народ полностью обнищал и не допустил вот этого всего. Вы, конечно, можете не соглашаться со мной, но я считаю, что идти против такой системы и стать персоной нон-грата – это тоже нелегко. И заметьте, после того, как он не пошёл на поводу мировой политики, в Белоруссии началось вот это всё, чтобы его свергнуть. Ничего не напоминает те страны, у которых есть нефть, и они очень радуются. Я думаю, им радоваться не очень нужно, потому как есть такой момент. Большие страны, сильные страны, которые делают погоду в мировой политике, они, как правило, знаете, грубо говоря, доят просто эти малые страны с нефтью. И если малые страны не соглашаются, доится, то там происходит революция. Происходит революция для того, чтобы иметь морские пути, вот как сделали, например, в Грузии, нападения и прочее, когда американские инструкторы учили грузинскую армию, что и как надо делать. В итоге бросили их на полпути и умотали, потому что никто не будет рисковать ради чужого народа. Это, знаете, такое понимание, наемники никогда своей жизнью не рискуют ради чьей-то земли. Вот если за твоей спиной твой дом и твои дети, да, ты сражаешься как лев, и до последнего, скажем, из дыхания ты будешь биться. Но если это чужая земля, оно тебе сто лет не надо. Голову прячешь, уезжаешь, получаешь свои деньги за это все. Все это очень многогранно, очень сложно и очень грязно. Теперь, что касается Белоруссии. Да, людей забирают в СИЗО, да, беспредел, ну, везде беспредел, мусор, он везде мусор. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что в милиции или в полиции сейчас есть действительно замечательные люди, есть хорошие люди. У нас пренебрежительные отношения с некоторых пор, потому что мы просто устали видеть этот беспредел, знаете, эту наглость, когда женщину в форме говорят ей, и что, если завтра вам скажут стрелять по детям, вы что будете стрелять? Она спокойно сказала, если скажут стрелять, будем стрелять. Ну, как любить таких, скажите, вот таких, когда участковый там поголовно арестовать всех, поголовно. Молодая девушка, и самое омерзительное, когда мы видим, что наши доблестные милиционеры, да, бабы в основном с открытой задницей во всех сайтах являются просто как конченые трассовые существа, и они сидят, значит, в этих местах, на этих скамьях судей, и они руководят какими-то инстанциями, и они, значит, полковники МВД и так далее. Знаете, для того, чтобы судить другого человека, для того, чтобы осуждать другого человека, для того, чтобы иметь право требовать соблюдения закона, ты сам должен соблюдать этот закон для начала. Когда просто происходит, просто смотришь, и ты не можешь понять, это люди в форме или это какие-то разбойники с большой дороги, это омерзительно. В МВД есть замечательные люди, есть достойные люди, но эти замечательные люди выталкиваются системой, просто выталкиваются. Вы поймите, это цепочка, никто нарушить не может. Это тысячелетняя вековая цепочка, и рыба гниет с головы. Если генералы МВД не берутся за своих сотрудников, то так это будет продолжаться. Полиция должна быть, должна представлять собой закон. Закон, а не беззаконие. Полиция не должна быть, знаете, стеной между народом и властью. Полиция не должна людей бить за то, что люди вышли голодные и требуют соблюдать свои права. Точно так же, как в Осетии произошло, когда людей свои же. Ну что удивляться, как если осетины, у которых вековые традиции, вообще для них честь, это на первом месте начали ходить по домам и ловить буквально детей, просто подростков, молодых мужчин, бить их, заставлять там что-то подписывать, на них фабриковывать дела уголовные, то, знаете, на Кавказе всегда существовала вот такая родственная связь. И когда это тоже нарушено, когда человеку всё равно, что о нём подумают его родственники, соседи, это уже страшно, это уже ты начинаешь понимать, что человек одевает форму и забывает, что он человек. Хотелось бы, чтобы власть имущие всё-таки одумались. Одумались и поняли, что мы пришли сюда для того, чтобы защищать своих граждан. Мы не должны быть наёмной армией против своих граждан. Вот это омерзительно. Теперь, революции. Честно, я не за революции. Я за то, чтобы революция происходила внутри людей. Придёт, уйдёт Петрович, придёт Васильевич, ничего не поменяется. Не появятся сверху там деньги, страна сразу не поднимется и так далее. С себя надо начинать. С себя нужно начинать. Нужно стремиться к чему-то, подниматься. Я знала людей и знаю людей, которые при любой власти живут хорошо и замечательно. Потому что они работают, стремятся, поднимаются. Конечно, есть тысячи препятствий. И всё, что вы проходите, вот эту бюрократическую машину проходила я в том числе. Элементарно в своей квартире прописаться я не могла. Как не могла? Они взяли паспорт, сказали прийти какое-то время. Я пришла, паспорта нет, никого нет, ничего. Нет, а у меня срок действия. То есть получается, я человек бесправный, на улице остановят, у меня нет ни документа, ничего. Я говорю, отдайте хотя бы мой документ, но не прописали, ладно. Езжайте сюда, езжайте туда. Я уже вышла из себя. Я говорю, я сейчас иду в милицию и пишу на Вас заявление, что Вы незаконно удерживаете мой паспорт. А что я могу ещё делать? У меня выхода нет. Если Вы мне документ не выдаёте, я без документа как буду ходить? Я, получается, незаконно вообще живу. Меня могут на 15 суток закрыть в любом месте. У меня нет документа, понимаете? И наглую, спокойно, ну, я не знаю, у нас это не... Ну, езжайте туда, езжайте сюда. Пока я не сказала, что я сейчас пойду напишу, просто пускай они разбираются, почему Вы мне не выдаёте, государственный орган, Вы не выдаёте мне мой паспорт, я не могу понять. Через пару минут позвонили вдогонку. Ой, придите, Вы не так поняли нас уже и расписались, и подписали, и выдали мне документ. Зачем мы должны Вам грозиться? Зачем мы должны Вас оскорблять? Почему мы должны Вас ненавидеть, если можно просто работать и делать свою работу, как нормальный человек? Почему мы в своей стране, как герои соцтруда, понимаете, почему мы должны... Просто вот каждому из нас можно памятник поставить, что мы выживаем и живём, любой человек, и я в том числе. Вы не представляете, какой бюрократию нужно пройти ради каждого документа, какой-то справки. Это омерзительно просто. Почему бы не взять и не пересмотреть эту систему, не заняться уже этой системой, чтобы и Вам упразднить задачу, и нам. Ну, так, видимо, выгодно, удобно и прочее. Так вот, в наше нелёгкое время, когда бабушек, идущих с магазина, забирают, сажают машину, у человека сердцем плохо, им плевать абсолютно. И жирный мужик в погонах стоит и говорит, да мне плевать, что ты умрёшь и так далее. Понимаете? Конечно, вы герои. Когда проезжаете, там целая компания кавказских мужчин стоит, вы делаете вид, что вы их не видите, потому что с ними связываться себе дороже, правда? Можно с пулей в башке остаться. А когда, видите, двоих женщин, которые идут по улице, продукты купили своим детям, когда я видела, как девушку, кормящую мать, она вышла купить молоко. Когда её тащили, соседи вышли и начали говорить, что ну что вы делаете, ребята, ну это же человек, ну она, у неё ребёнок маленький дома. И когда бесчеловечно её били, просто заталкивали в машину, как будто она рецидивист какой-то. Вот у меня вызвало это омерзение. Когда я увидела, как ребёнка ублюдки какие-то запихали в эту капсулу, где он орал, кричал от страха, потому что боялся. Когда отца, значит, связали, когда пришли, там, баба кинулась и связала там маму. Когда я увидела такое вот животное, вот это вот всё, я просто поняла, что есть люди, которые одевают погоны и забывают, что они люди. Дорогие наши погонники, не надо этого делать. Не надо, не делайте этого. Потому что вы не всегда будете в МВД. Вы оттуда можете уйти. Вы вообще люди, вы выйдете на улицу. Вы знаете, сколько было в 90-х судей, которых ради таких вещей расстреляли? Сколько было начальников колоний, у которых весь дом спалили? А помните, в Дагестане зашли, убили детей начальника МВД? Конечно, дети невиноваты. Абсолютно невиновные дети. Трое сыновей зарезали этих детей. Но вы представьте, что он такого сделал, что даже дети не остановили ради вот такой мести ему. Не делайте такие вещи. Вы специально провоцируете людей для того, чтобы потом себе заработать деньги, погоны. Это очень жалкая участь, понимаете? Избивая человека, провоцируя человека, довести его до срока, чтобы себе заработать погоны. Это очень страшно. Я таких людей могу только пожалеть. С таким грязным способом зарабатывание денег ничему хорошему не приведет. Потом ваши потомки приходят к видимам, чтобы очищаться. Точно так же, как сегодня, например, потомки бывших чекистов, которые пытали, били. Такое иногда ощущение, что у нас в МВД порой, знаете, принимают людей, которые любят пытать, с маниакальным уклоном, потому что знают, что за этим ничего не будет. Это вроде бы вполне законно. Вот на улице пытаешь, человека посадят, а в подвале пытаешь, вроде законно, понимаете. Задумайтесь над этим. Это бесчеловечно. Будьте людьми. Если вы власть, то покажите власть. Ведите себя как власть, а не как, знаете, как эти разбойники с большой дороги, которые угрожают, пугают, запугивают. Ведите себя как власть, а не как братки с 90-х, и то не самые лучшие братки. Потому что даже в воровском мире есть определенные порядки и устои и прочие, в отличие от вашего мира. У вас, вроде бы, так мы понимаем, у вас все можно, ничем не гнушайтесь. Нехорошо это. У нас была милиция в советское время, показывали дядя Степа и так далее. Это для нас было примером честности, порядочности, службы народу. А сейчас мы что видим вообще? Это что вообще происходит? Ни человечность, ничего. Понабрали, весь колхоз привезли, в Москве кинули. Вот они ходят со своими дубинками, двух слов связать не могут. Ну, почему так, в конце концов? Ну, наберите в эти органы нормальных людей с образованием, людей, которые, ну, подготовьте их, я не знаю, переквалифицируйте их, в конце концов. Ну, научите этих колхозников, что с людьми так нельзя, просто нельзя. Вас будут ненавидеть. Бесполезно. Так вот, Белоруссия, чем это закончится? Ничем хорошим. Это еще начало. Скоро будет еще пострашнее. Далее. Об этом я уже говорила, откройте мои предсказания, не будем останавливаться. Везде так сейчас. Вот о чем я говорю? Революция. Смотрите, в Армении сделали революцию, еще хуже стало. Пришел человек абсолютно циничный. Я его не уважаю. Я не знаю, как там. Знаете, такое ощущение, что за него держатся, лишь бы саркисяновский клан не пришел, без разницы кто. Вот это очень жалко. Очень тяжело смотреть, когда народ из двух зол выбирает наименьшее. Вот так вот получается. Ну, где в Грузии сделали революцию, пришел сумасшедший Миха. На Украине сделали революцию, пришел сумасшедший Ющенко. Или, да, Ющенко, по-моему, или Янукович. Кто он пришел-то? Янукович убежал, точно. То есть, я хочу вам сказать, что революциями ничего не добивается народ. Поверьте мне, надо немножко по-другому. Надо себя пересмотреть. Но у нас люди не очень любят это делать, да. Как Екатерина Великая говорила, скажи народу, иди воюй, умри за царя, все побегут. А скажу, иди работай ради царя, закидают камнями. Так вот, люди попадают в СИЗО. Наше страшное время. Их там бьют, пытают. Иногда фабрикуют на них определенные уголовные дела. Вот он там следователя избил, вот он избил ОМОНовца. Стоит шкаф трехметровый, а там шибзик такой маленький, полметра с кепкой. И пишет на него заявление, что он вот на меня избил. Да тебя не забьет даже целый полк солдат. О чем ты вообще? Ну вот и избил. А судья, видимо, знаете, слепая, не видит физиологию этих двух людей и тому может дать спокойно три-четыре года тюрьмы, потому что они все взаимосвязаны. Как у меня бабушка говорила, собака собаку за хвост не кусает. Так вот, что делать в этих ситуациях? Мне столько написали, что я решила все-таки дать более-менее возможный ритуал такой для людей, чтобы выручить тех, кто в СИЗО и тех, кто незаконно, незаслуженно там оказался. Это касается не только таких вот происшествий или сегодняшнего дня, это касается вообще всего времени. Если человек невиновен, попал в СИЗО, следственный изолятор, и вы знаете, что оттуда две дороги, либо тюрьма, либо свобода. Так вот, что делать, чтобы обстоятельства так повернулись, чтобы человека выпустили? Этот ритуал вы можете сделать для человека, потому что у него, естественно, там нет этой возможности. Человек может и для себя делать, если на него уголовное дело завели, ни за что, и он боится просто, боится, что его могут просто посадить или что-то еще на него навешать, и он может этот ритуал провести для себя. Но учтите, это ритуал вызов демонических сущностей, и поэтому откуп обязателен, но откуп не такой, какой вы привыкли, 12 монет и прочее. Вы должны будете, после того, как все решилось в вашу пользу, и действительно все получилось, вы должны будете отправить откуп на алтарь ведьмы, той, которая вам это дала. Точно так же, как и в ритуалах, обращенных к моему роду. Только когда получилось, когда вышел человек, все хорошо, закрыли дело, откупайтесь именно таким образом, потому что второй раз, если вам понадобится эта помощь, они вам не помогут. А если вы с игнорируете, очень может быть, что вам эта помощь еще раз понадобится, не хотелось бы. Объясню почему. Потому что это демоны, а откуп демонам лучше всего на алтарь магии, то есть в общую копилку магии, эгрегор магии. Что именно, что хотите. Все, что вы считаете правильным, откупаться для ее работы. Это нужно для того, чтобы и я откупилась от них, и вы откупились. Но только в случае, если оно вам помогло. Запомнили? Ну, оно вам поможет. Значит, я сейчас не буду вам показывать, потому как такие ритуалы даже просто понарошку показывать нехорошо, если оно мне не нужно сейчас. Это очень сильный ритуал. Берете черный алтарь, ночью делаете, после 12, то есть 0-0-0-0. 12 свечей, желательно черные, если никак можно восковые, любые свечи. 12 штук. Ставите по кругу, посредине ключ от замков. В замок можете выкинуть, закопать, сделать что хотите. Не спрашивайте. Если я не сказала, значит, это не имеет особого значения. Читаете 12 раз это заклинание, идете или в тот же день, или в следующий день, но в течение трех дней вы должны это делать. Закапываете подальше от дома, под деревом, закапываете ключ вместе с этими свечами, прям делаете яму чем-нибудь, туда закапываете, это все оставляете, сверху кидаете 12 монет и уходите. И через некоторое время человек, который в СИЗО, освободится. И вы откупаетесь на алтарь видимой. Еще раз говорю, что именно? Все, что хотите. Травы, статуи, благовония, свечи, что угодно. Что-то эксклюзивное, камни, или что-то необычное, но на алтарь, потому что это должно идти в магию, больше никуда. Итак, начнем. читать 12 раз, по кругу ставить свечи, посредине любой ключ отнести, закопать под деревом. Вместе с огарками свечей ждете, пока догорит, чуть-чуть останется, можете потушить, не дуть, закопать, оставить 12 монет, уйти. Через некоторое время, за короткое время, человек из СИЗО освободится. На него не смогут ничего сфабриковать. В общем, дела пойдут так, чтобы на него не смогли ничего сделать. Я прочитаю один раз, поскольку времени нет, я долго говорила до ритуала. В году 12 месяцев. Во Вселенной 12 зодиаков. На столе 12 свечей. 12 раз призываю 12 духов-демонов. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черед, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Берите сей ключ, идите, найдите его имя. И этим ключом его освободите. Да откроет демонический ключ все двери и оковы, все замки и засовы. Сей ключ, всем ключа, всем закрыт... Все. Сей ключ всеми закрытыми замками повелевает. и силой демонов их открывает, двери отворяет и имя его выпускает. О духи демоны прошу, исполните, а откуп на ваш алтарь обещаю, на том и заклинаю, истинно так. Извиняюсь, что сбилась, просто мысли не в ту сторону. Усталась, видимо. Еще раз прочитаю на всякий случай. В году 12 месяцев. Во Вселенной 12 зодиаков. На столе 12 свечей. 12 раз призываю 12 духов демонов. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черед, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Береген, Фатаха. Берите сей ключ, идите, найдите его имя. И этим ключом его освободите. Да откроет демонический ключ все двери и оковы, все замки и засовы. Сей ключ всеми закрытыми замками повелевает. И силой демонов их открывает. Двери отворяет, а его имя выпускает. О, духи демоны, прошу, исполните. А откуп на ваш алтарь обещаю. На том и заклинаю. Истинно так. Остальное вы знаете, что делать. Берегите своих родных и близких. И не зря сказали, горе тому, кто родился век перемен. А мы с вами родились не только век перемен, а еще и век девяностых, еще и век переломный, еще и век войн, век дележа, век страха, век мировой мафии, чего только не век. Но, знаете ли, ничего. Прорвемся. Только духом не падайте. Всем удачи!